здравствуйте не могу понять как сейчас от выставить эти уши относительно отверстия какие базовые точки применять решил попробовать у кошки сетам и здесь у меня висит на передке за эту пластину принципе она нормально вот получается 100 115 114 половиной так идем на ту сторону 114 с половиной миллиметра миллиметров какие тут еще базовые точки могут быть отсюда еще столько замерить то этого отверстия может быть так я больше не знаю здесь получается здесь вот щель с этой стороны нету здесь наоборот вот такая вот тут висяки а по внутрикам все по-другому видать что вот эти кронштейны тоже на заводе так себе приваренные плюс-минус точности как бы скажем нету сейчас поищу пока не какие-нибудь еще . потому что надо снять ковш обвариться прихватиться снять ковш обвариться и принципе завтра уже можно стрелу красить сейчас загрунтую со второй стороны вот эти все собирал проверил все отлично ну вот так я пальцы сделал удлинил сейчас здесь еще обработаю машинкой машинка достаточно будет лучше конечно токарным станком но машинка сделала вот так у меня получился вот этот вот здесь щель была маленькая 2 миллиметра примерно здесь была щель это 4 миллиметра сделал такие нарезки вот по кругу одну через отверстие и вот так вот винтовую взял а на второй на второй сделал просто круг и вот так вот три немножко не ровно так по диагонали типа посмотрим чокол будет работать здесь вот уже так подкачил и померил все нормально а вот эти еще не обрабатывал ведь этот палец длиннее вот это вот и под масленку утопленная то есть нормально сделано вот эти пальцы они вот видите нет утопленного под масленку но они самые толстые вот и черные самые толстые но нету потая под масленку почему-то вот в этих есть видите разные производители по-разному делают все сейчас разложился хочу грунтануться в принципе завтра может будет либо их окрашивать либо стрелу либо то это не знаю на то это наверное краски не хватит непонятно что важнее за один раз конечно пыли будет много в боксе наверное не получится один и один раз и красить а может и получится просто будешь здесь красить это пыль сядет на стрелу а наоборот наоборот будет садиться лучше так конечно двумя партиями красить тут со стрелой тоже надо будет на пыл сделать красивый все это заклеить и на пыл сделать наверно можно придет специального растворителя купить соединительные которые красишь на растворителем потом и это все потом сливается то есть такой есть растворитель специальный специальный такой материал есть типа растворителя он уже в краска пульт не промывая заливаешь и просто эту границу брызгаешь она размывается и соединяется краска я еще о нем знал 20 лет назад он только появился ну вернее как я не узнал 20 лет назад вот так тут зашпаклевал еще чуть-чуть все равно будет окрашиваться полностью вся эта часть замерил вот отсюда от пальца до этого пальца 157 с обоих сторон в принципе все четко тут просто вопрос в том что здесь вот она вот не прилегла получается когда ты опустишь ковш завернешь получается что горизонт ну немножко будет не четкий как бы тут два миллиметра это же не сантиметр но в данном случае все ровно четко вообще миллиметр миллиметр так смотрю вроде как все ровно пиши все это блин относительно очень все это понятно на самом деле как это все выглядит идет места непонятно вот они вроде как не перпендикулярно стреле тыщи зачем может быть пол что здесь вот немножко дугой от камней видно он выгнуто все это место может как-то на уши ножку потянула подавила в принципе ты реально почему нет как будто бы как будто бы чуть-чуть кого-то бы чуть-чуть криво но это тип вот так стоит а а это типа в другую сторону стоит но хрен его знает все это конечно зазорами во втулках сыграет с шайбами все я думаю выравняется конечно все это так относительно блин понятно что это не марсоход но но хотелось бы конечно все было лично зазор конечно из лучшие сделать можно вас еще шайбами плотнее ну плотница потолще шайбами и собирать легче будет все немножко надо двинуть пошел минус 2 это каждый год снег тает потом идет он бывает и 1 июня идет обычно малой был помню и зала демонстрацию на велосипеде но она в центре 9 мая туда едешь солнце а назад едешь снег валит так что это в принципе обычная тема хлопья такие большие кто переобулся на летнюю резину ай очень много кто переобулся ладно в городе еще хрень с ним по области если ехать это хана раньше чем пятнадцатого мая двадцатого нет смысла переобуваться я как-то начало апреля ездил в волгоград и так и в самару и изначально в самару потом волгоград поехал оттуда же я поехал на у меня липучка стояли колеса на астре на дизельной так вот ну везде же нормально здесь только в городе ну у нас в мурманской области лед чем назад возвращался снег как повалил а люди поехали в отпуск на летней резине один на отбойнике сидит полностью повис второй перевернулся в болото третий уебался там нахуй меня чуть не засадил там меня черкашом ну как бы не достал вообще там в миллиметр прошел и впереди идущую тачку себя догнал короче ей засадил в крыло вот такие вот дела вот а вы говорите пора уже работать пора работать вы хоть один трактор на дороге вот видите чтобы он ездил их нету то есть есть трактора работают они на которых объект на стройках на стройках и работают трактора так они круглый год работают круглосуточно на стройках такие простые люди они не работают потому что не можешь ничего копать все промерзшие но снегопад пошел с вами какой зарядил как блин вообще валит давай копать говорит пора работать так блин снега столько нету чтобы работать даже если трактор бы работал бы если трактором работал бы я сейчас чем занялся бы конечно я купил для того мерседеса бы и начал бы с ним играться позвонил я хозяину да сказал что извини не буду брать его потому что ну слишком много работы потенциал в нем есть стрела у него конечно на 200 килограмм примерно 250 мощнее чем у меня была на воле но поворотный подшипник у меня визуально по крайней мере был больше мощнее чем у него и у меня на воле одна удочка была только секция гидравлическая одна ручная была а у него две гидравлические на это вообще пипец как важно что две гидравлические удочки у меня вот эти аутриггеры лапы были такие здоровые и мощные и сами кронштейны которые но лапы уходят в раму были серьезные на этом на этой воле вообще хилые такие когда я не знаю на 500 килограмм рассчитана но я примерно говорю у меня почему-то у меня была тонна 780 брала на 38 по моему метра а здесь на 4 метрах тонна 900 по ну по бумагам у него написано что берет ну а дело в том что у меня получается все мощнее было намного чем там на полфингер был 78 года ни одного люфта ничего вообще не было ни цилиндры не текли 11 капал потому что на нем это одна на сгибе на локте капал он потому что там были был кариес такой на цилиндре какие-то не знаю типа раковины вот он подкапывал не тёк а просто капал так иногда там изредка то есть я не доливал практически нифига солнце светит и снег валит это у нас такая стандартная процедура вот ну там конечно это рико усосанная установка просто болен не знаю что не с ней делали на воздухе то что с жопа там переделана так-то конечно там переделана все все грамотно но нормально как все с виду я посмотрел все серьезно добротное сделано по ходу за границы переделали что ли потому что там тоже кури пинок много они могут переделывать так что-то для встал вот то что там этот ленивый не поднимается ну да это конечно херово можно было там изобрести чтобы он под нее подъемный был одиночки стоят но это потому что кузов узкий наверно там 220 то есть если кузов расширить там шевелерами или чем-то то можно и спарки в спарку было воткнуть каких там проблем нет просто что единственное что вкладывать вкладывать складывать надо вваливать и он отдает вторую установку она неизвестна вообще рабочие ну вернее люфт на ней есть или нет на поворотном подшипнике а то можно стрелять с тем поворотным подшипником вот ну и там с ней времени реально кусок кабины углы меня на вольве также было но у меня дверь целая была у меня были по угол поврежден но я следую привез кусок кузова за 10 евро лишь 15 купил все наружу эту крышку вырезал которая помята чтобы не тянуть с ней не париться таким образом расслабилась кабина я ее спокойно кувалды через из проема через палку пробил и новую крышку снаружи заварил по верхнюю чешую эту вот все и снег кончится видите солнышко долбит вот такая канитель постоянно бывает прям дорогу заметает ничего нету ничего не видно асфальты просто долины снег а потом раз 10 минут все растаяло вот главный этот момент не попасть и тачку не положить на бок или еще куда не уйти лучше остановиться переждать так что принципе с этим мерседесом так-то ничего единственно что вольв у меня трубовая была шестерка рядная а здесь v-образная шестерка но без turbo как бы v-образный то он веселее крутить чем рядник может и турбина ему как бы и и ни к чему тогда на счет передач у меня было четыре плюс четыре четыре нижней четыре верхних а вот флажок был на кулисе и перенчатся у него там он говорит 7 передач я посмотрел кулисе у него идет какой-то шланг то ли воздушный доль гидравлический но флажка не было может он и сам не знает что у него были повышенные и пониженные но тогда бы не было 87 передач было бы 5 куда там всем может он путает конечно ну там чё у него со здоровьем то не может забыл чего что принесут и него это мост это тоже того страдает память сейчас поеду к токарю хочу проточить сварку есть под скотчем чтобы ровненько было не машинка отрезной а все что было отлично оставил сюда латку 1 и 2 проволоку зарядил вот сюда еще ставлю потом сюда поставлю пальцы выбил довольно таки не сильно они тут были думал домкратом выдавить домкрат не получилось и вот выбили кувалдой удар по слабый в этом месяце ну пошли они все масло все смазали вроде настроили надо завариться пускать сейчас уже два часа ночи его часть доварю ту сторону и все сегодня не буду скорее всего соединяться может быть завтра в лучшем случае снега все завалило на летней резине как на катках ем там у него тормозишь как ехал так и едет на летней резине опасно такую погоду ехать время 3.26 сейчас бы еще с горы бы остановиться по на ходу можно на светофор так выехать вот на первой передаче поеду с горы спускаюсь вот так вот так горизонт горы там красный горит тихонечку поедем 13 секунд осталось любители на красный всегда проезжать поэтому надо аккуратнее ехать надо на четко зеленые ехать то джиги то летают следующий день два арматуры приварил вот так у меня все заваренное здесь углы восстановил все тем по ком все делал эту варил тут все наплавил заплавил вниз тоже немножко машинкой подработал но не вообще как бы это но можно не делать было но лучше конечно сделать вот отсюда арматура лежит 1 2 проволока хорошо варить в принципе держат не во всех положениях правда хорошо варит с перевернутой не очень а так и все нормальным тут вообще не защищаем сейчас все хочу попасть ставить ковш на место повесить забить пальцы и не знаю сильно не успею стрелу уже полдвенадцатого стрелу это заниматься за грунта зашкурить и покрасить для тут шкурить сейчас может сейчас двадцать даже машинкой потому что надо ну не везде машинкой подлезет и рукопашный придется может треугольник эти покрашу сегодня они место тоже занимает их надо вешать как-то ну так просто ты же не покрасишь то есть надо низко повесить чтобы можно было и вверх прокрасить и то же время торец снизу прокрасить когда они будут висеть вертикально как бы такая целая целая эпопея гирлянду развесит как где на чем не представляю даже и все это повесить повесил треугольнички быстренько машиночках арбитралка арбиталка и прошел 240 все это внутренняя часть такой небольшой дефект есть на лицевой части нет потеков все нормально а вот на внутренней части тут немножко появился такой подлился ну пофиг внутри а вот еще один собирается выжидать на мисс межслойную сушку побольше потому что мало я выжидал поэтому поэтому как-то вот так вот тут непонятно что такое как будто как будто трещина или сварка так подпалила нагрева знаю посмотрим если чё заварюсь еще красит конечно же не буду тут все равно и все в мазуте будет так вроде больше никаких косяков нигде нету черт его знает все нормально ну тут конечно не что-то не нравится вернее вот здесь вот по границе сварки есть какая-то хрень непонятная тут тоже вот что-то есть так бывает когда сварка под это подтягивает ну хер его знает ладно не будем думать о плохом будем думать что так и должно быть хотя на других такого нету еще ровно все четко вот на этом на одном именно есть непонятно но здесь тоже что-то есть такое подобие какое-то какое-то подобие и вот здесь вот тоже хрен его знает что это такое что-то есть и вот маленькая такая супелька собралась вроде нормально тут вот такая вот внутрях здесь чуть-чуть собралась такая вроде все нормально главное вообще верхние горизонты потому что это самое главное вот это наплыв собрался граница есть конечно как не получилось границы сделать плохо грунт перекрывался тут просвечивался блин до металла была протерта еле еле залил думал что побежит все нафиг там голый металл не оставляйте его тяжело перекрывать можно потеков не делать из-за этого из-за того что на металле на головном без грунта краска плохо держится она пытается потечь потому что сцепление это слабая поэтому лучше перегрунтоваться или лучше мокрое по мокрому и сделать чтобы было все четко вот такая вот видно вот можно полирует конечно когда подсохнет лучше ничего не сделаешь здесь чуть-чуть напылил но сразу чувствуется что ступень как раз в толщину то имеет она нехилая толщина у краски на самом деле хотя вот за сюда покраска была вот на пыль и то какая ступень нехилая ладно потянет очень я думаю что потянет вот 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 вот